В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июня с погоды. В черкесе ночью без существенных осадков, днем кратковременная дождь и гроза, ветер западный 5-10, температура ночью 13-15, а днем 27-29 градусов тепла. Первый профессиональный нагайский скульптор Кушали Зарманбетова отметил 65-летие. По традиции свой юбилей мастер совместил с выставками. Также скульптор принял участие в международном симпозиуме, прошедшем в Турции. И еще одна приятная новость. Накануне художнику вручили золотую медаль Союза художников России. И сегодня именитый скульптор, гость нашей программы. С ним встретилась моя соведущая Бейла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Кушали. Я хочу сказать, что для встречи с вами у нас на данный момент множество поводов. Мы совсем недавно встречались. И вот еще одна радостная новость, информационный повод, как говорится. Только на днях вам вручили золотую медаль художников Российской Федерации. Конечно, я хочу об этом чуть подробнее узнать. А вообще хочу нашим телезрителям рассказать о том, что вы отметили буквально на днях тоже недавно свой 65-летний юбилей. Вы были в Стамбуле с выставкой. Вы участвовали во многих мероприятиях в Турции. Помимо этого, здесь прошли несколько персональных выставок юбилейных. Так что месяц был насыщенный. И, конечно, я поздравляю вас со всеми этими событиями. И хочу спросить именно об этой медали. За что вам ее вручили? Доброе утро. Спасибо. Ну, пока мне не вручили, потому что медаль находится в Москве. У нас обычно к юбилярам, именно художникам Черкесии, вручают медали. Может быть, еще кому-то, но я не знаю. Меня просто поздравил Халис Магомедович, наш поселитель союза художников. Сказал, поздравляю. Когда привезут, я обязательно вручу вам. Поэтому это медаль Союза художников России. До этого у меня была золотая медаль Турческого Союза художников России. Есть благодарность от Академии художеств. Поэтому по России знают меня как художника, как скульптора. Поэтому мне очень приятно, что они не обходят для нас что нужно? Внимание. Поэтому спасибо вам за внимание. Турческому человеку это очень важно. И не хочу обойти стороной, опять-таки, эту поездку в Стамбул. И не только в Стамбул, в Турцию. Я говорила о том, что вас показывали по турецкому телевидению. Вы были в числе почетных приглашенных, почетных гостей. Вы выступали на этих мероприятиях. И главное, как выставка прошла ваша персональная? Как приняли ваши работы там? Ну, это был, вначале был симпозиум ученых о нагайцах. Мне нравилось, что скопление было очень многих нагайцев, именно турецких, которые там давно живут. Но многие еще приехали, где работают. Допустим, в Албании, в Швейце, в Швейцаре, в Англии, везде, где нагайцы. Они все бросили, приехали, потому что там чуть ли там, я не знаю, там около пяти тысячи народу было в этом отеле, где ресторан. Они как раз сделали. Вот как раз меня попросили тоже выступить. У них я доктор-профессор. И как ученый рассказать как бы об этом мероприятии. Ну, сказали, у нас по времени мало, коротко. Поэтому я чисто на нагайском, там не надо на английском, на каком-то, потому что они знают именно свой родной язык. И благодаря этому мы общаемся. Вы говорили о том, что ваши работы чуть раньше не понимали там, а сейчас принимают просто на ура. Да, потому что они вот уже приблизились к тому, что народные. А в моих работах все народные. История, фольклор. Они много знают песни. А в песнях тоже самый фольклор. Не говоря о том, что о жизни, о культуре нагайцев. Я желаю вам дальнейших творческих успехов. Благодарю вас за то, что нашли время и пришли к нам в гости. С юбилеем вас. Спасибо большое. Очень приятно. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке. Затем также программы абазинской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Всем хорошего дня и встретимся завтра.